Участок мой находится от этого гаража и где-то метров 20 шириной. И вот рядом, грубо говоря, со мной находится вот эта свалка. Кругом жилые дома и дачные участки, а рядом мусорные кучи. Такому соседству никто не рад. Участок Айдара Тухбатулина находится к свалке ближе всех. Здесь он собирался строить дом. Только о своей давней мечте, говорит, пришлось забыть. Вид из окон на отходы его не устраивает. Здесь и бомжи здесь ходят, разбирают всякие материалы. Здесь и собаки, тут питаются, то, что здесь привозят. Я не знаю, что здесь привозят. Здесь невозможно уследить. Вот здесь, как видите, пожар уже был. Проезжали расчеты, машин пять, шесть. Подожгли намеренно или загорел самостоятельно, неизвестно, рассказывают люди. Боятся, что пожары возникнут снова и перекинутся и на их участки. Среди мусора можно найти и ртутные лампы, и химические отходы, и даже останки самолета, говорят люди. Мы обратились в народный контроль. Мы думали, с помощью их мы сможем как-то решить эти вопросы на первоначальном этапе. Потом несколько раз обращались, можно сказать, все, скорее всего, которые вот здесь живут, в Самасырово, неоднократно обращались в Министерство экологии по республике Татарстан. Нам ответы, естественно, приходят, но помимо этих ответов, к сожалению, как мы видим, никаких результатов нет. После каждой такой попытки бороться с нарушителями, мусора становится только больше. Вместо пяти машин с отходами приезжают уже 12, рассказывают местные жители. С проверкой к ним сегодня приехала и инспекция Министерства экологии. Говорят, что свалка на их учете давно, и на собственника этой земли уже было заведено дело. Так как собственник земельного участка не понял, что завозить мусор нельзя. Сейчас в новое дело административный материал будем заново составлять собственника земельного участка и в судебном порядке заставлять его для ликвидации данной свалки. Привлекут хозяина участка и проведут экспертизу. В ближайшее время экологи намерены взять пробу почвы, чтобы понять, какую опасность стоят себе эти мусорные отложения. К меня Губа Айдулина, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.